Башкирский спортсмен Никита Богданов падает с мотоцикла и выходит из гонки. Падений на чемпионате Европы в целом было немало. Так Дмитрий Солянников из Терлитамака во второй день повредил свой мотоцикл и сломал руку. 23-й чемпионат Европы по мотогонкам на льду проходил на протяжении двух дней на стадионе «Строитель». Спортсмены приехали из Австрии, Чехии, Нидерландов, Швеции, Германии, Финляндии, Италии и Бельгии. Однако победу одержал 34-летний спортсмен из подмосковного города Луховицы Сергей Макаров. За два дня гонок он набрал 31 очко из 32 возможных. Я очень доволен, все классно. Поддержка стадиона вообще здорово. То, что я в гостях и все равно зрители болеют, поддерживают. Ну, наконец-то я добился этого результата, которого хотел. У меня две бронзы и серебро. И вот сейчас наилучшая медаль. Теперь весь полный комплект. Можно идти дальше к чемпионату мира. Отстав от победителя на два очка, серебряную медаль завоевал дебютант чемпионата Европы 21-летний уфимец Иван Чичков. Ну, я рассчитывал вообще в стройку войти. У меня была задача попасть в призы. Ну, это тяжело, очень морально было. Почему? Ну, первая гонка для меня европейская. Все сильные, все газуют. Ну, довольны с тобой? Очень. А вот бронзовую медаль забрал 20-летний Лука Бауэр из Италии в дополнительном заезде опередивший голландца. Я абсолютно счастлив. И у меня нет слов сейчас. Это была отличная гонка для меня и прекрасная организация соревнований. Торганизация. Несмотря на то, что параллельно уфимским соревнованиям в Шадринске проходил личный чемпионат мира, где собрались сильнейшие мотогонщики, в столице Башкирии трибуны тоже были заполнены. Я каждый год хожу на мотогонки. Вообще, с детства нас воспитали, когда еще в молодости на стадионе строители проходили. Когда Рахман Кадыров участвовал. Семикратный чемпион мира. Ну, мне очень нравится тут, потому что я за нашу футболе. Уже в следующие выходные в Тольятти состоится командный чемпионат мира. Поэтому соревнования, которые прошли в Уфе, стали хорошей тренировкой для гонщиков. Анастасия Ходик, Андрей Шарыгин, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ.